Дом 2 новости! Подписывайтесь на канал и узнавайте самые свежие события телепроекта! Остров Любви покинули Мундезир, Свет Амур, Захар Соленко и Яна Шофеева. Если Мундезиру пришлось на несколько дней задержаться на сейшельской площадке после отлета Ефременковой, то теперь пара воссоединилась. На Остров Любви отправлены Артем Сорока и пара Вячеслава Потемкина и Анастасии Ивановой. Ксения Бородина празднует четвертую годовщину свадьбы, тепло поздравив мужа и себя в видеоролике. Ведущий отдыхает семьей в Италии. Дмитрий Дмитренко озадачил своих подписчиков старушечим нарядом и подписью под фото, что на проект приехала его бабушка Люся и будет с ними жить. Что бы это значило, раздумывают пользователи сети. Ни для кого не секрет, что мама Саши Черно давным-давно ее бросила. Девочку, как и ее сестру, воспитывала бабушка, которая стала им самым близким человеком в жизни. Несмотря на свинский поступок матери, которая их бросила, девочки решили навестить ее в тюрьме. Саша рассказала, что ей прислали сообщение, будто бы маме плохо и она раскаивается в своих поступках. Черно набрала продуктов и одежды, после чего вместе с сестрой и мужем поехала к маме в тюрьму, где произошла встреча с родственницей. Несмотря на ожидание раскаяния, Саша получила от матери только упреки и нравоучения. Более того, женщина вела себя так, будто бы ей должны. Черно очень тяжело переживает случившееся и не может оставаться равнодушной к тому, как ее собственная мать поступила с ними в детстве. А спустя долгие годы, когда дети хотели ей помочь, даже не раскаялась. Недавно стало известно о том, что Ольга Бузова улетела в Сан-Тропе. Девушка только-только вернулась с отдыха в Турции, однако решила, что снова устала и полетела отдыхать с подругами, в один из самых дорогих городов мира. Как всегда, ни одна поездка Бузовой не обходится без скандала. На этот раз телезвезда снова напилась и танцевала на столе с местными мужчинами. Ольгу сняли на камеру и видео попало в сеть. Казалось бы, уже давно пора завести мужа и детей. Вот только Оля предпочитает отдавать всю себя работе и потом кутить по заграничным клубам, тратя заработанные тяжким трудом деньги на алкоголь и развлечения. Марина Африкантова выбрала свадебное платье и рада, что есть ее размер. Главная блондинка украсила свою и Романа Копаклой комнату шариками и фото. Целую неделю ходят слухи о возвращении на проект Ильи Ябарова. Молодой человек не скрывал, что намерен вернуться на телешоу. Вот только зарплата его не устраивает, а обсуждение нового оклада затянулось. В итоге, спустя недолгое время после возвращения на проект Алены Савкиной, ее возлюбленный тоже примчался на поляну. Вчера креативный продюсер Дома-2 подтвердил, что Илья снова участник проекта, причем с солидной зарплатой. По предварительной информации, теперь Яббаров самый высокооплачиваемый герой телешоу с зарплатой в 450 тысяч рублей. Такие деньги на проекте не получает никто, кроме семьи Рапунцель, которая давно с потрохами продалась продюсерам. Теперь Илья часть команды и тоже имеет неплохие деньги. Зрители давно обратили внимание на антипатию, которую Ксюша Бородина испытывает к Марине Африкантовой, причем без видимой на то причины. А вот Татьяна Владимировна Африкантова, как оказалось, твердо убеждена, ведущая не просто не любит, а буквально ненавидит ее дочь. И все из-за Курбана Амарова. В прямом эфире Африкантова-старшая расставила все точки над «и» в вопросе непростых взаимоотношений Марины и Ксюши. По мнению Татьяны Владимировны в свое время Курбан Амаров имел неосторожность восхититься Марины в присутствии супруги и теперь последняя рвет и мечет. Сама Африкантова убеждена, Марина действительно может дать фору той же Бородиной. В заслуги своей дочери Татьяна Владимировна записала молодость, хорошие внешние данные, а главное покладистый характер. Вероятно, именно этого не хватает Амарову в семейной жизни с Ксюшей. Интересная новость с сайта шлок. К ведущему Андрею Черкасову многие поклонники телепроекта Дом-2 относились достаточно хорошо, поскольку он зачастую осуждал поступки участников, невзирая на мнение своих коллег по шоу. Но недавнее шоу «Бородина против Бузовой» доказало, что Инна Черкасова долгая работа с неадекватными людьми наложила отпечаток. На шоу Ольга Бузова номинировала Анастасию Коткову. Как выяснилось в дальнейшем, у девушки была очень тяжелая судьба. Настя в 14 лет осталась практически сиротой, поскольку лишилась матери, а отец променял дочь на другую женщину. Казалось бы, отличная возможность для проекта доказать, что он пропагандирует не только насилие и безнравственность, но и может помочь кому-то, поскольку девушке нужна помощь. Коткову обвинили в том, что она стояла и просто наблюдала за потасовкой, устроенной Викторией Комиссаровой и Анастасией Болинской. И Черкасов, хотя и мог спасти Настю от голосования, делать этого не стал. Объяснил свое решение тем, что на проекте не нужны равнодушные люди, с молчаливого согласия которых на Доме-2 происходят такие вот происшествия. Немаленькие размеры и явно лишний вес не делают интимную жизнь Саши Черно менее разнообразной. Если верить самой Александре, они с Иосифом волшебничают минимум 3-4 раза в неделю. К слову, до брака парочка предавалась плотским утехам по несколько раз в день. Впрочем, в самом начале к интиму с Иосифом девушка относилась крайне скептически. Более того, Саша была напугана, ведь настолько внушительных размеров мужского достоинства она никогда не видела. В разговоре с экспертом шоу Александра призналась, что в первый раз даже сбежала от Иосифа в женскую спальню. Причем своей выходкой Саша довела на тот момент еще бойфренда до слез. Как оказалось, удивленной реакцией избранницы Иосиф просто не понимал, что происходит. Сергей Захарьяш вернулся в периметр ради Кристины Бухенбалте, а вот отношения предпочел строить с Аней Брянской. Вот уже 4 дня, как Сергей живет в женской спальне поближе к объекту симпатий. Правда, сама Аня до недавнего времени держала дистанцию и не спешила бросаться, как в омут с головой, в новые отношения. Вечеринка и виноградный сок сыграли на руку уставшему выжидать Захарьяшу. В сеть попали кадры, на которых парочка страстно целуется. Судя по бурной реакции коллектива, без лишних слов понятно, ночь Сергей и Аня проведут вместе и уже за балдахином. В подобном исходе убеждены и зрители. Более того, последние удивлены, как Брянская продержалась так долго. И теперь делают ставки. Через сколько дней после волшебства Сергей помашет девушке ручкой. Ведь именно так в свое время поступили Валерий Блюменкранц и Мандезир Светамур. Накануне Оля Рапунцель посчастливилась получить статус хозяин дома. И, судя по всему, молодая мамочка настроена решительно. Более того, Оля с первых же дней взялась за воспитание коллектива. Так в сети появились кадры, на которых Ольга провела инструктаж, как следует вести себя во время родов. Рапунцель не стала скрывать, процесс рождения новой жизни весьма болезненный. Правда, ей без труда удалось справиться со всеми неприятными ощущениями. Оля заявила, что во время схваток постоянно повторяла слово «релакс», после чего предложила новоиспеченным ученицам потренироваться, делать это правильно. А вот физиологические подробности родов, которыми поделилась Рапунцель, не могли не шокировать зрителей. На вопрос Александры Черно, куда делась пуповина, Ольга выдвинула предположение, что она отвалилась сама, уже в процессе родов. К слову, это далеко не единственный ляп участницы дома 2. В свое время Оля пыталась убедить фолловера в том, что для того, чтобы вызвать роды, врачи предложили ей проколоть мочевой пузырь. Вернувшемуся на проект Федору Стрелкову без труда удалось привлечь внимание всей женской спальни. Перед харизматичным красавчиком не устояли ни Наталья Шаронова, ни Анна Брянская, ни даже состоявшая в паре Анастасия Иванова. Это далеко не весь список влюбленных в Феде участниц. Впрочем, сам Стрелков решил не размениваться по мелочам. Зрители уже обратили внимание на флирт Феде с Ольгой Орловой. А судя по тому, как ведущая выпрашивает комплименты, она явно неравнодушна к подопечному. А вот сам Стрелков выделил для себя другую Ольгу, Ольгу Бузову. По крайней мере, именно с Олей Стрелков с его собственных слов не против построить отношения. Правда, понимая необходимость держать дистанцию, якобы даже не надеется на взаимность. Слова Феде польстили Ольге, которая, вероятно, и сама не против обзавестись ухажером взамен Роману Гриценко. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Следите с новостями и не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро! Подписывайтесь на наш канал!